120 тысяч новых игрушек из более чем 60 стран, десятки тысяч гостей со всего мира. В Нюрнберге в 70-й раз распахнула дверь одна из самых знаменитых ярмарок, на которой известные и не очень производители представили свои последние разработки. Цель которых одна — развлечь, увлечь и научить. Чем порадуют детей в этом году, узнал Иван Благой. Машинка крепится к стеклу смартфона. У нее свой аккумулятор, светодиоды и вибромоторчик для эффектов. Просто хорошая графика, этого сегодня как будто уже мало. У нас есть коллекционные машинки и у каждой свои возможности. А какие возможности есть у вас? Так, сможете? Едва мир вздохнул после лихорадки под названием фиджет-спиннер, пандемия может начаться снова. Теперь он еще и прыгает. Спиннер вы могли лишь раскручивать и все. А здесь можете делать более 30 трюков или придумать свои. Только когда кажется, все уже придумано, понимаешь, насколько безгранична человеческая фантазия. На ярмарке в Нюрнберге 120 тысяч новых игрушек из 68 стран. Баскетбол? Да пожалуйста. Мячик, летающий, управление наклоном руки. С непривычки сложно. Учение и труд, все перетрут. Главное, чтобы ученик не сбежал. Подход нужно найти. Занятие музыкой это скучно? Да ни за что. Все как в компьютерной игре. Собьешься или сфальшивишь, монстрик залетит в башню. Блокфлейта настоящая. Программа использует микрофон в вашем компьютере или телефоне. Хотите, чтобы ваш ребенок в будущем сам писал такие программы? Тогда этот робот для него. Играть можно с пяти лет и даже без компьютера. Код задания роботу выкладывается на специальную доску. Представьте, если дети в 5-6-7 лет могут все это делать. На что они будут способны в 11-12? Ну а с 14 лет смогут сами собирать такие сложные механические игрушки из фанеры. Локомотив может в итоге ездить по кругу. А вот конструктор попроще. Старый добрый пинбол. Набор сделай сам всего на шести листах. Вся эта радость из обычного картона. Новый взгляд на привычные вещи. Вот что особенно ценно. Казалось бы, обычная детская раскраска. А вот и нет. Если направить на нее планшет, то зверята оживают. И это еще не все. Они перенимают цвет. Обратите внимание, я раскрасил щенку. Ну, сейчас он повернется. Вот. Да. Я раскрасил щенку ухо в фиолетовый цвет. Виртуального зверька ухо точно такое же. Но, конечно, есть в общине усидчивые дети и взрослые. Им все лениво делать. Как раз для них эти двое из ларца. Два кубика, которые даже бросать не обязательно. Нужно лишь два раза хлопнуть. И кубики сделают все сами. Ну, куда же на ярмарке детских игрушек без чего-нибудь для лепки? Это не просто кинетический песок. Им сегодня никого не удивишь. Это такой гибрид песка и слизи. Родители знают, о чем я. Получается такая тянучка. Пахнет, конечно, химией. Но забавно. Новинка этого сезона. Парадокс, но в павильонах мы не увидели ни одного ребенка. Сплошь бизнесмены, серьезные люди. Впрочем, что это я? Среди этих игрушек все взрослые тут же превращаются в детей. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Первый канал, Нюрнберг.